С 14 по 22 октября в Сочи проходил грандиозный по своим масштабам 19-й Всемирный фестиваль молодежи. В третий раз за всю его историю Россия выступала принимающей стороной. В числе 25 тысяч молодых людей со всего земного шара были представители Славянского района. Мы не могли остаться в стороне и сразу после их возвращения домой встретились с ребятами и попросили поделиться впечатлениями об увиденном. Александр Борисенко, Иван Магда, Дарья Мороз и Никита Лабунец в составе делегации Славянского района, которую возглавил Олег Смольников, начальник управления по делам молодежи, смогли стать участниками крупного исторического события. Они вошли в число 350 активных молодых людей, делегированных от Краснодарского края на Всемирный фестиваль молодежи. Чтобы стать его участником, необходимо было самостоятельно подать заявку в оргкомитет и дождаться согласования кандидатуры. По квоте от нашего района прошли пятеро. Для себя много чего интересного почерпнул в плане организационном. Какие-то моменты логистики, моменты организационно-творческого характера, оформления экспозиции. Потому что у нас в силу нашей работы часто происходят различные экспозиции, презентации нашего района, региона в целом. Там очень много было интересных идей. Очень много. Я прям все сфотографировал, все себе на карандаш. Несмотря на то, что участники фестиваля говорили практически на всех языках мира, как утверждает славянская молодежь, проблем с общением сильных не возникало. Но самое главное, что на этом фестивале царил англо-русско и той страны язык, с которыми общались. Улыбка. Самый главный инструмент – это улыбка. Здороваешься, улыбаешься, приятного настроения. Желаешь и сам получаешь просто незаменяемый заряд энергии от того, что там много иностранцев, ты с ними общаешься. Эти проблемы решались, во-первых, на языке дружбы. Во-вторых, все-таки к середине фестиваля ты понимаешь, что ты не так уж и плохо знаешь английский. Все-таки находились общения. Мне очень понравилось общение с одним японцем, которому было проще сказать мне что-то на русском, чем понять мой английский. Это было, наверное, самое такое. Ну и, в принципе, вот так вот. И все-таки люди, которые приехали, в большей части добродушные. И, ну, действительно на языке дружбы каком-то. Неделя, проведенная в Сочи, была не просто отдыхом. Каждый ехал туда, чтобы найти занятие по душе и находил его. Изначально перед отъездом нашей делегации именно на данный фестиваль было предложено некоторым участникам из делегации войти в состав мейкерской группы. Работа мейкеров заключалась в том, чтобы поднимать настроение всем участникам фестиваля и организовывать какие-то мероприятия спонтанные. Флэш-мобы, которые мы организовывали, у нас был манекен-челлендж был. По сигналу одного из человека, одного человека, мы все замирали. И люди, проходя, смотрели на нас и тоже присоединялись к нашему такому вот большому флэш-мобу. Повезло с впечатлениями и славянскому брейк-дансеру Александру Борисенко, который на фестивале случайно попал на мировой чемпионат по брейк-дансу. Я не то что участвовал в самом чемпионате, а немного провел время с компанией других стран, с брейк-данс-фестивалей. Ну, также, да, удалось потанцевать немного в интерактивной их площадке. Ну, мы не намного, в принципе, отстаем от многих по общению с другими людьми. Мне тоже очень много удалось с кем пообщаться. С Намибией у меня уже друзья появились, вьетнамские друзья. То есть мы с ними поменялись номерами. И вот даже, кстати, вот буквально на днях, вчера вот, уже написали с Намибией, то есть там, как дела. Как отметил Олег Смольников, на фестивале свободного времени не хватало и в то же время было много. Мне показалось, что молодежи не было, не хватало интерактива. Были спортивные площадки, были в медиа-центре много выставочного материала. Были творческие, творческих площадок было мало, скажем так. Была сцена, где все происходило. А вот туда, где можно было прийти, ну, ГТО был, пробег был. И все. 25 тысяч молодежи не помещались во все то, что там придумали. Я старался посещать намного, ну, как бы можно больше лекций. Но все равно, если честно, было очень трудно попасть на них, так как очереди были иногда даже с пяти утра. Допустим, тот же Никучич, когда приехал, все очереди начали занимать, ну, буквально в пять. То есть там очередь была от начала входа медиа-центра и до пресс-конференции-то зала. И даже не удалось попасть, только смотрели по телевизору, когда трансляция была. Стоит отметить и то, что организаторы мероприятия позаботились о внешнем виде гостей фестиваля. Подарили канцелярские товары с логотипом фестиваля. Куртки, футболки, кепки, жилетки. Что у нас там еще? Кофты тоже с логотипом. В общем, много разных, в принципе, приятностей. Мы даже просто не ожидали от этого, что это будет на фестивале. Дополнительный антураж фестивальным костюмам добавили значки, которыми обменивались участники. Собирать их стала отдельной темой фестиваля. Ну, многие, в принципе, подходили и просили именно этот значок. Не знаю, почему даже, если честно. А вообще я выменял его с Намибии, с человеком. Это минимально, что можно было насобирать на этом фестивале, наверное. Потому что у некоторых даже полностью куртки были осыпаны этими значками. А самым любимым местом для нашей делегации стала столовая. Но совсем не потому, что там кормили. Самое любимое место, да, Никит, это было столовая. Конечно. Потому что в столовой, мало того, что мы стояли в очереди какое-то время, там знакомились с ребятами. Потом мы специально засиживались минут по 40 в столовой после обеда и ужина, чтобы там приходят, одни пришли, сели, мы с ними заговорили, поменялись значками, подарили им какую-то символику, другие пришли. Это просто вот, ну, классное место. Как бы это смешно ни выглядело. Мы в конце пели еще в очереди свои, как бы, национальные песни все, между прочим. Начиная, допустим, кто-нибудь начал петь, да, свою национальную песню, и другие начинают подхватывать. То есть даже буквально вот мы, да, стояли. Вокальный батл, да. Да, вокальный батл. Индусы свое, африканцы свое, там, сербы или какие-то другие делегации. Даже не понимаешь, на каком языке они поют. Они выглядят все по-разному, но что-то они там понимают. Понятно, что это национальная именно ихняя песня какая-то. Но «Катюша» и «Калинка-малинка», естественно, была главными песнями. На вопрос о том, что станет вспоминаться спустя годы, о пребывании на Всемирном фестивале молодежи, ребята перечислили и встречи с медийными личностями, и общение с иностранцами, грандиозные церемонии открытия и закрытия фестиваля. Но, пожалуй, самым ярким стал неожиданный выход к участникам фестиваля президента Российской Федерации Владимира Путина. Никто из участников не знал, когда будет поздравлять всех. Владимир Владимирович, было общее мероприятие, на которое собрали всех, собственно, пригласили всех участников. Большая сцена, концертная программа, подведение итогов, какие-то эмоции положительные, в основном положительные эмоции. И тут просто так, мы где-то поодаль были этой площади, там звука достаточно было, чтобы быть далеко от сцены. Но когда объявили президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина, неважно, кто это был, россияне, потому что все и темнокожие, и бледнокожие, и индусы, и армяне, и африканцы, и американцы, все просто большим потоком ринулись к сцене. Это говорит о величине нашего президента, об авторитете мирового уровня. Говорить о фестивале можно бесконечно. Историю о том, как я побывал на Всемирном фестивале молодежи, ребята уже не один раз пересказывали своим знакомым и друзьям. И стоит полагать, что еще не раз им это предстоит сделать. Но главным итогом поездки можно назвать полученные связи и контакты, опыт работы по различным направлениям деятельности, которые в непринужденной обстановке удалось перенять у единомышленников из всех стран мира.